ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дев, покажите. Ну, вот, я вам показываю, идите посмотрите. Здравствуйте. Это английский корреспондент. Очень приятно. Саша, приятно? Да, да, да. Да? Да. А, вот, заранее. А, вот, заранее. Анжелин, корреспондент. Очень приятно. Вы снимаете. А я думаю, где бы я вас видел. Да вот она, слева же тебя. Нет, он даже не понимает, что... А, здесь. А, видишь, видишь, видишь. Она туда застряла. Только не трогай руками. Хорошо. А вы не боятся здесь остаться, когда такие обстоятельства? Здесь? Да, вы не боятся здесь... Оставаться? Да. А ехать куда? Не знаю. Ну, в Америку заберешь себе? Я к тебе поеду. Денег дашь, я к тебе поеду. Сфотографируй тут рядом. Давай, футболка у меня классная. Слышишь? Нет, а не болей. Не надо. Нормально. Ну, мало. А как жизнь здесь в Леганске сейчас? У нас? Да. Замечательная жизнь. Ни света, ни воды, ни еды, ни хлеба. Выживаем, называется. Замечательная жизнь, все хорошо. Все хорошо. Жизнь замечательная. Ничего нет. Магазины все закрыты. Все классно. Света нет. Воды нет. За водой ходим на колонку с ведрами. Все не работает. Канализация не работает. В кранах воды нет. Ничего нет. Абсолютно. Выживаем. Сушим сухари. Кипятим воду 10 минут, чтобы она... А кто виновный в этой ситуации? Кто агрессор? Ну, а кто у нас агрессор? Эти чмошники киевские. Ну, кто? Киевская власть. А кто еще? Они на нас внимания не обращают. Они шпыляют на нас бомбы, минометы, обстреливают бомбами. Нет, они обращают внимание. Только им бы нас бы раздавить бы, убить бы. У нас просто другое мнение отличное от них. И они нас бомбят. Вместо того, чтобы прийти поговорить с нами, с нашими властями, туда прийти в обла-администрацию или куда-нибудь еще, мы никому не нужны, нас обстрелят, мы голодаем уже. Гуманитарная помощь. Нет гуманитарной помощи, ничего нет, никому мы не нужны абсолютно. Мы уже мучаемся. Сколько мы уже? Две недели без воды, без света, без всего. Люди выживают. Разум и еды. Да, да, да. А они все кричат, что еды на Украина. Какая она еды на нас, всем наплевать. Киеву все равно, что мы здесь умираем. Наоборот, они с удовольствием от этого удовольствия получают. Вот смотрите, минами обстрелили, мы можем вам показать там за домом, вот там, вот там, где они все разбомбили. Школу. Вы фотографировали школу? Видели, какая школа красивая? Вот у меня внучка должна была пойти в школу. Вот где школа? Все, спасибо киевскому правительству. А как в будущем за Украину как страна? Как в будущем за Украину? Как вы считаете, Украина в будущем? Что будет дальше? Да никакого будущего с Украиной. А какое будущее? А какое будущее? А Новая Россия? Ну, вы как считаете, правительство, которое бомбит свой народ, это хорошее правительство? Вместо того, чтобы подойти и спросить, что вы хотите? Нас никто не спрашивал, нас начали бомбить. Сначала самолет облетели бомбы, теперь минометы. Теперь вообще обстреливают, что выйти нельзя. Мы не можем, вот за водой на колоночку сходим, мы не можем вообще выйти со двора. Вот туда прячемся. А показать вам, в каком мы подвале сидим? Показать? Да, покажи, конечно. Пойдем, покажем. Пойдем, покажем. Давайте, давайте. Я фонарик сейчас возьму. Давай. Вот это мы все лето провели в этом подвале. Сейчас фонарик возьму. Мы не живем, мы выживаем. Это страшно. Я никогда не видела такого, чтобы выбрать президента, для того, чтобы он нас бомбил. Ну скажите мне, ну как это можно? Ну тут люди живут. Тут вообще, вы видите, детей нет. Все дети уехали. У меня ни дочки, ни внучки. Все заехали и спрятались. Вот идемте, мы вам покажем. Только осторожно головой не ударьтесь. Да, вот так наклоняйтесь. Спасибо. Не наклоняйтесь. Вот это мы тут все лето провели. Это спасибо Порошенко. Да, спасибо Турчинову. Новому руководству Турчинову, Порошенко. Вот видите. Только из-за того, что мы не хотим признавать этих бандеровцев и всех остальных. Мы фашистов не хотим признавать. Нам не нравится фашизм. Это не жизнь какая-то. Это не жизнь. Вот это мы тут сидим. Вот смотри. Вот это мы сидим. Здесь все собираемся. Пол подъезда, кто уцелел. И сидим на этих диванах. Вот смотрите. Только что крыс нет. Днем, ночью. Среди ночи. Сегодня в 4 ночи мы тут сидели. Плачем, рыдаем. Никто не обращает внимания. Кому нам обращаться? Что нам делать? Еще даже связи нет интернета. Мы никому не можем ни позвонить, ни родственникам, ни родителям. У меня мама старенькая, 81 год. Все за нас переживают. Никому нет дела. Вот это мы тут, вот это находимся. Все лето мы здесь провели. Как начали бомбить нас. Со 2 мая, да? Ну да. 2 мая обла администрацию как раз бомбили. И вот этому нет. Самолет когда обстреляют. Это июнь. 2 июня. 2 июня. Май в Одессе. Да, да. Май в Одессе было. Да. Ну вы все знаете. Вы все знаете. Осторожно. Только голова осторожно. Такого жестокого отношения к людям я еще не видела никогда. К своему народу. К своему народу. Они пишут везде Украина едына. А на нас всем наплевать. Как Россия как страна? Спасибо России. Если еще и Россия... А Россия нам помогает. Обещали гуманитарную помощь. Россия же обещает. Какие-то дают с Россией. С России нам везут таблетки, винты. На Чапаева в аптеке раздавали винты, зеленка, йод. Какие-то лекарства старикам. Все раздавали русские. А Украине на нас наплевать. Они от нас отделались. Они разговаривают с нами бомбами. Минами и бомбами. А почему они хотели вам убивать? А вот мы хотели у них спросить почему. Наверное, не умеют говорить, разговаривать не умеют люди. Мы недолюди. Как сказали о нас, мы недолюди. Вот и все. Почему нас и бомбят? Они там все люди. Они там элита, а мы тут никто. Депутаты наши, они собираются для чего? Как говорят? Парламент, это что? Парламент, говорить, да? Они не умеют разговаривать. Они только умеют бомбить. Они договориться не смогли. А ваше в будущем, это здесь будет Новороссия или? Мы сами не знаем. Хотелось бы, но что получится. Ну, по крайней мере, уже с Украиной нет. Это явно нет. Кто снимает и кого и тянет. Вы хотите сказать? Мы как обезьяны.